Ноябрьск Они знакомятся друг с другом и поделятся опытом решения тех или иных проблем на разном уровне. Такими словами, Елена Зленко начала встречу депутатов Тюменской областной думы, окружного ЗАГС собрания и думы городской. Надо сказать, что гости находились под приятным впечатлением от посещения кадетского корпуса, музея воинской славы и спорткомплекса «Зенит». Им понравилось, что в ноябрьске вопросам патриотического воспитания уделяется большое внимание. Далее от тюменцев последовал вопрос к местным депутатам на довольно острую тему. Есть ли в ноябрьске межнациональные конфликты в молодежной среде? И если да, то как они решаются? Специфика северных городов та, что действительно мы интернациональное сообщество, территория интернациональная. Поэтому через структуры как УДСМ, это прекрасная структура, созданная в администрации, это управление по делам семьи и молодежи, а также депутаты городской думы, частности я председатель депутатской комиссии по социальной политике. И вот через мероприятия общегородского характера, через мероприятия в школе, и мы пришли к такому мнению, понимаете, что в каждой школе, в каждом учреждении есть своя какая-то идеология. А вот единой идеологии у нас практически нет. И сейчас вот работаем над тем, чтобы в городе была единая идеология для молодежной политики. Коллегу поддержал и другой депутат Александр Хома. Рассказал, что когда год назад в городе назревал межнациональный конфликт в молодежной среде, собрались депутаты, представители администрации, УВД и национальных диаспор. Вместе они обсудили все существующие проблемы и совместно провели ряд мероприятий. Привлекли к этой работе людей, которые пользуются авторитетом у молодежи. Есть люди, которые действительно являются авторитетом в какой-то среде. Спортивный, школьный, диаспор и так далее. Вы знаете, на самом деле эта работа оказалась гораздо эффективнее всех документов и всех каких-то формальных мероприятий. Я хочу сказать, что на какое-то время, возможно, по крайней мере на сегодняшний день, таких острых случаев неизвестно, есть отдельные, да, но как-то эти процессы удалось притушить. Говорили присутствующие о том, что в общественную молодежную палату при Тюменской думе надо активнее привлекать ямальцев. И о том, что необходимо принимать больше законов о молодежной политике. Татьяна Заозерная, Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города.